Ребят, привет! Бывал из вас кто-нибудь в немецком лесу? Нет? Ну поехали-то, я вам покажу его. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой вот он есть, немецкий лес. Сразу хочу извиниться за тряску, если что. Снимаю на телефон, а он закреплен у меня сразу же на руле. Дорога не идеальная, так как лесная. Но лучше, чем русская нормальная дорога. Извиняйте за шутку, патриоты. Продолжение следует... Ах, красотища-то такая, а! Погода, правда, злую шутку со мной сыграла. Только выехал, минут десять отъехал, пошел дождь. Пришлось доставать куртку и надевать. А в ней потеешь, так как она воздух не пропускает. Вот вопрос. От чего быть мокрым? От дождя? Либо от пота? Как вы считаете? Вот такие вот в Германии леса все. Всегда идет дорожка. Есть где людям погулять с собачками. Да и просто выйти с детьми погулять. Главное, чтобы они вот сюда вот, с обрыва вниз, и сиганули. А то придется долго-долго за ними бежать. Обрывы есть всякие. И такие вот более пологие. И обрывистые очень. Какое же удовольствие ехать по такой дороге, а? Идеализмус. Красотища-то какая. А-за-за. Здесь дорога почему? Здесь везде заготавливают лес. Смотрят какие-нибудь испорченные деревья. Старые, молодые, которые поедены всякими жучками. Вредными, нехорошими редисками. Вот их потом убирают. Чтобы дерево не болело. Они его спиливают и пускают на дрова. И ездят здесь на машинах, на таких пикапиках. Очень часто встречаются нивы. Вот у лесников таких вот, кто лесом занимается. Охотники любят нивы здесь, а тоже очень русские. Вот, кстати, не знаю, будет отсюда видно или нет. Вот, будка. Вон там она стоит, вон там. Вот она, охотничья. Вот у каждого охотника есть своя поляна. Где он ее, например, прикармливает зверя. Там свинью, косулю. И стреляют в нее. А стрелять имеют право не только со своей вышки. Иначе никак. Зайца здесь мало кто у нас стреляет. Так как разговаривала я с одним охотником, и он говорит, что мяса у меня мало. И тому подобное. Зачем зря зверя убивать ради удовольствия. Вот он, большинство, ходит на косулю и на кабана дикого. Вот такие вот дела. И вот за такую вот полянку каждый охотник платит за нее. Ну, там, грубо скажем, тысячу, полторы тысячи евро в год ему выходит такая полянка. Но обратно же я думаю, что это зависит от размера, наверное. Не знаю, не интересовался, не спрашивал. Вот такие вот дела. И таких вышек у нас здесь, в принципе, очень много. вот так вот качу я на велосипеде уже, наверное, около часа, чуть больше. Я эту дорогу уже проехал в обратную сторону. Я никогда по ней не ездил. вот сейчас вот сейчас выехал и не понравилось мне, где я выехал, что выезжаешь на проезжую часть и тому подобное. Я хотел сегодня прокатить по лесу. вот я развернулся и поехал обратно. Так как я говорил, что дождик и тому подобное в лесу его гораздо меньше, так как деревья его закрывают, задерживают и не так сильно я промокну. Вот такие вот дела. Решил развернуться. Развернулся по пилчайку. Если что, видео, фотографии вставлю. Посидел на пихте спиленной. Такой относительно молоденькой. По пилчайку. Душу отвел и поехал в горку. В горку наверное минут 15-20 как минимум я подымался. Ну и сейчас выехал на такую более-менее ровную дорогу и решил записать вам видео. Поделиться, так сказать. Так как я и мои близкие мы любим покататься везде. Не только на велосипеде. И так съездить куда-нибудь в другой город посмотреть где что и как. Посмотреть на всякую разную старую архитектуру. Мне это очень нравится. Ездим, путешествуем здесь поблизости. Ну и вот такой вот вопрос. Я залью это видео в интернет. Хочу вас поинтересоваться. Было бы вам интересно посмотреть на всякие разные здания постройки архитектуры немецкие. Довольно так и старенькие. так как не знаю новые архитектуры мне как-то не внушает не нравится. Мне нету такого как это было в старину. Сейчас все пытаются заработать себе деньги и все набить себе карманы. Раньше как я понимаю такого не было. Возможно даже и было, но не в таких масштабах как это сейчас. Действительно выйдешь посмотришь старые постройки эти дома здания всякие. Блин ну такая же красота. а сейчас эти новые дома здания обратно же те же самые но все под одном будто под копирку все это сделано. Нету такой изюминки как это было раньше делали. Ну и вот обратно буду ждать от вас обратной связи ребят. Кому интересно пишите я всегда открыт для диалога и обратно же если вы начнете говорить монтаж говно звук говно и тому подобное извиняйте ребят я на данном этапе я думаю что я не буду так сильно заморачиваться делать это все на компьютере я себе купил на телефон программку и буду учиться стараться пытаться что-нибудь сделать на ней а как больше вас соберется если все-таки это когда-нибудь будет я конечно не стремлюсь чтобы у меня было куча подписчиков и причем этот человек сейчас рассуждает у которого нет ни одного подписчика нету youtube канала ничего но есть есть в планах это все сделать показать потому что я сам живу в Германии уже 12 лет и раньше когда был молодой я не обращал внимания на это ни на что для меня это было все ну есть есть не обращал внимания а сейчас присмотрелся красиво все-таки очень красиво просто оценить труд людей которые это раньше делали у которых не было такой техники которая есть сейчас и они строили все это и это было ужасно красиво это и как долго эти постройки все стоят а сейчас посмотрите на эти новые дома стоят максимум сто лет все потом уже смысла нет как-нибудь реставрировать это что-нибудь да это нахрен даже никому не нужно легче снести это построить что-нибудь новое на этом месте и все а раньше нет такого не было и вот тому же самому примеру у нас стоит здесь в городе один дом сейчас у него сделали ресторан такой небольшой с типичной немецкой кухней такой что да можно зайти вкусно покушать в принципе недешево да но обратно я отошел от темы этому это дом там какого-то 1420 года что ли и он стоит как он был построен изначально здесь есть такие организации которые старые сильные дома они состоят в такой организации называется дентмальшуц что например если вы приобретете этот дом вы его обязаны сохранить в том состоянии в котором он был построен например вам не вы не имеете права там что-нибудь снести или еще что-нибудь и сделать там на новый лад как вам это хочется он должен остаться в первоначальном своем создании как он был сделан так он должен кстати сразу же обратно же извиняюсь сразу же обратно же 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 блин извиняюсь за мой русский если я где-нибудь что-нибудь не так ляпну это все сказывается на себе 12 лет жить в Германии 13 лет приехал я сюда пацаненком совсем вот такие его дела живу здесь уже довольно так немало извиняюсь за ветер если заздувает вот они горные ручьи и как же их здесь много обалдеть ну вот ребят кстати бывает едешь едешь вот так вот по такой дороге вот по такой водороге там где чуть-чуть грязище так как вода стекает с гор и наблюдаются вот такие вот скворечники их в принципе довольно так немало здесь этих скворечников что обратно же очень большой плюс и мне это нравится думаю надо будет тоже построить и покупить и повешать выезжать и подкармливать птичек сейчас наверное где-нибудь остановимся еще чайку хряпнем и уже потом до дома вот такая вот дорожка здесь идеал такая же благодать едешь птички поют здорово птица какая-то ворчит давайте послушаем где-то там где мы стояли вон там вот сразу здесь вот за поворотом где-то оттуда ворчит где-то ей не нравится потревожил видать я ее вот такие вот здесь леса что-то пихта ель сосна фиг его знает надо будет домой прийти и заняться немножко самообразованием чтобы не выглядеть чайником каким каким я в принципе и являюсь в различии деревьев не знаю наверное кроме березы ассины и такого вот я ничего не знаю давайте наверное вот здесь остановимся велосипедик кинем и попьем вот здесь чайку вот на такой вот лавочке кстати здесь я тоже довольно так немало стоят лавочек что вы например гуляете здесь с детьми с собачками не знаю просто прогуливаетесь в одиночку чтобы подумать и здесь встречаются вот такие вот лавочки кстати вон там за такой за таким небольшим вот поворотом вон там вот вон там стоит еще одна лавочка можете посидеть и вот насчет обрывов что я говорил есть вот такие вот куда вы можете упасть становитесь и вот не знаю на протяжении сколько здесь я скажу ну 3-4 метра там уже наверное расстояние обратно же такое же 3 метра наверное что высота здесь хорошенькая и вот как раз над горой так вот по ровной хорошей дорожки относительно и катим уже наверное около часа даже побольше уже наверное часа полтора наверное педальки крутим ну давайте обратно же попьем чайку и поедем дальше так ребят давайте наверное я представлюсь зовут меня Женя живу я в Германии уже на протяжении 13 лет и вот ах ты блин пальцы обжег е-мое ну и вот суть этого видео хочу поделиться с вами природой как говорил до этого архитектурой рыбалочкой рыбалку я люблю еще тоже очень вот сейчас намечается у меня несколько поездок на рыбалку поедем в Люксембург порыбачим посмотрим что и как я ездил уже купил себе рыбацкую путевку на год и планирую этим летом поездить немножечко давайте за знакомство хорош еще горяченький ну вот смотрите о чем я вам говорил вот еще одна кормушка для птичек ну и вот здесь вот лавочка здесь очень много дорожка дождик опять начался и вот такой вот здесь памятник давайте сейчас переводить не буду я сниму если у кого есть желание надпись можете перевести вот такой вот здесь памятник из как походу из мрамора он наверное давайте надпись сниму вот вот такая вот надпись можете перевести если есть у кого желание и вот здесь вот такие вот деревья насколько я понимаю это пихта наверное если кто-нибудь разбирается ребят поделитесь смотрите вот такие вот листочки довольно так мягкие но это не ель ни в коем случае вот такая вот красота смотрите обалденно ну что поехали дальше мы уже почти закончили наш велосипедный марафончик сиденье неудобное велосипед немой взял его посмотреть как и что можно здесь у нас по лесам кататься или нет в принципе мне понравилось единственное сиденье здесь ужасно неудобное ну и велосипед сам себе по себе такое для подростков маловато для меня немножко давайте поедем прокатимся поехали красотка на лодке кататься певец талант у меня проснулся чай чай сейчас крепенького такого горячего попил аж талант у меня проснулся не знаю куда его ну а смотрите видите и обратно же вот такая вот кормушечка на березке висит я знаю береза да еще в Казахстане когда я жил в северном мы там ставили березовый сок ну а смотрите о чем я говорю вот такие вот поместья у нас есть оно правда пустое здесь ничего нет я даже не знаю что это за поместья но блин посмотрите как красиво оно сделано из красного обложенного кирпича обалденно в лесу смотрите ах какая же благодать как же красиво все таки ну что поехали мы уже подъезжаем к машине здесь здесь недалеко она стоит у меня уже сейчас выйдем в цивилизацию давайте ребята кому интересно вообще за жизнь в Германии и тому подобное пишите вопросы какие-нибудь задавайте я с удовольствием на них отвечу хотелось бы увидеть почувствовать от вас обратную связь не так как конечно же естественно это без таких людей никуда без критики дебил посмотри на свой голос посмотри на свою связь в разговорах ее никакой нет и тому подобное но мы не идеал никто не идеал и тому подобное я ни в коем случае не оправдываюсь мне насрать на таких людей тот же самый человек который это пишет он тоже в чем-нибудь может являться не идеалом ну вот ну вот она цивилизация немецкая так как бы здесь проехать и не шваркнуться поехать ах этот ветер 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 и вот здесь вот за этой полянкой там стоит машина у меня уже ах ах приехали вот она моя немецкая ferrari стоит вот дождем ну что ребят вот мы в машине закончилась наша поездка давайте всем пока подписывайтесь пишите буду рад всем пока